привет друзья мои дорогие заранее извиняюсь за потусторонний шум это худит ноутбук это кулеры гудят он уже доживает вообще еле-еле-еле душа в теле ну чё ж почитаем комментарии игорь богданов привет игорь игорь очень такой активный пользователь постоянно пишет комментарии интересуется игорь привет тебя душевный игорь богданов витальсон здоров тут мне по поводу изиков сказали чтобы не было из-за амила надо брагу перед перегоном доводить до уровня ph хотя бы шесть типа из-за кислые среды он идет в данный момент не изучая вопроса ничего не могу ответить по поводу этого комментария но слуху у меня это было но пока вопрос не изучу голословно ничего говорить не буду с 3к это ник такой коммента комментарии к видео это мужик выпил 3 литра самогона ты чё банулся рассказывать 10 минут как выпил банку сэма а ты чё банулся смотреть все эти 10 минут как я рассказываю как мужик выпил банку сэма александр неизвестный мясо без водки жрут только собаки очень интересное наблюдение игорь хафизов где такую крышку на сухопарник взять блин вот меня вот эти вопросы добивают вообще меня это вымораживает до глубины души в описании под видео блин все контакты в комментариях все контакты нет человек один хрен ему лень прочитать он пишет вопрос ну блин почитайте вы елки-палки ребята комментарии под видео почитайте описание тупо к видео все больше ничего не требуется а владимир гусев спрашивал по поводу крышки 3 миллиметровой вот это на куб до магнитится или нет не магнитится крышка нет не магнитится так вячеслав жали жалинский красава сам люблю делать настойки я тоже люблю делать настойки разного рода но больше всего вообще уважаю белый евгений квитко к видео о копченой курицы да уж вы бы хоть тему изучили это же отрава как сигаретами хочешь травиться убивай себя сам но других не трави бензопирен ароматическое соединение вещества первого класса опасности раньше если и делали коптильню то дымоход 10 метров чтобы вся отрава на стенках дымохода оседала а так это прямиком в пищу что я тебе хочу евгений ответить на этот комментарий я никого не заставляю так коптить и так есть если я за два раза по курицу закоптила съел я думаю хуже мне от этого не станет а если станет то это не глобально ты погугли вообще состав воздуха чем мы сейчас дышим какой в воздухе шмурдяк находит шош теперь не дышать даже рассуждать на этим не хочу бог такому же видосу тому же видосу каблан тас мухаммедов попробовал закоптить также получилось очень вкусно спасибо за видео пожалуйста знающий землянин ну всегда оставляет лайки все такое прочее спасибо дмитрий россия когда будешь делать второй перегон рекомендую голову отбирать как при ректификации затем переходи на дистилляцию без укрепления до 70-80 процентов струе после дожимая остальное также как при ректификации получится ароматный качественный сэм это комментарий к видео где я спирт сырец из браги получаю спирт сырец из медовой браги брага медовая ну что ж дмитрий у меня в принципе такие же мысли и были все это выгнать дело на прямотоке андрей андреев сделай урок для начинающих со всеми подробностями хочу попробовать чего начинать и не знаю заранее спасибо андрей я бы с удовольствием но таких уроков у меня на канале уже отснято достаточное количество и вообще на чем ю тубе и у меня на канале есть такие видео где все рассказано от постановки браги до выгона спирта сердца и заново все вот это начинать как-то я думаю не имеет смысла андрей дрон андрей привет дружище андрей очень такой активный скажем так подписчик постоянно пишет комментарии спасибо андрей за просмотр и привет виталия говорят от самогона худеют что-то потерь незаметно дружище животик то растет видео полезно и как всегда два пальца вверх два пальца вверх андрей ну маленько так пузик растет хотя друзья мои вот много мне сделали заметок типа витальсон поправился туда-сюда там пузо нарастил все такое прочее за последние полгода я где-то поправился килограмм на пять наверно вот так вот а когда сижу в тельнике короче тельник вообще полнит вот так вот это пупки мозги что в голову не влезли умные очень вообще блин черепная коробка маленькая и для мозгов места не хватает они в пупок уходят а вот здесь есть очень интересный комментарий от алексея бородина по поводу того как он лечится от похмелья кстати очень интересный комментарий сейчас я зачитаю а пока хочу вот показать такую приблуду пришла мне вот такая приблуда это то бишь что все вы понимаете да это царха в царге посередине царь его варен ниппель вот термометр хотя я бы его варил чуть чуть пониже примерно на треть длины царь и так царь у нас узлом отбора узел отбора стаканного типа а вот интересно мне понравилось кстати царха бесшовная вот мне понравилось вот это решение с резьбой такой вот небольшой до охладитель ну штуцера здесь гладкие под шланг и надо охладить или резьба как вы видите дорогие мои друзья и игольчатый кран у нас с резьбой и резьба также на отводе для отбора продукта прикольная тема с резьбой мне меня прикольнуло я себе заказал естественно здесь надо через фум ленточку все подмотать не знаю как поведет себя вот этот кран ну кран естественно китайский вот видите да там иероглифы даже на нем ну хотя у нас сейчас вся такая фурнитура скажем так из китая вот эти тройнички краники игольчатые все это китайская канитель так внутри я показал да это нашел я конторку такой в интернете небольшая такая фирма называется заготовщик на данный момент вот именно на момент снятия видео вот этот комплект стоит 4000 рублей но мне не показалось это какими-то заоблачными деньгами потому как в некоторых других интернет магазинах не буду их называть вы все прекрасно знаете такие комплекты стоят дороже ну заказал вот себе еще не испытывал не испробовал так сказать в работе не было хвалить не буду ругать тоже не буду посмотрим как этот узел отбора покажет себя в работе это узел отбора дорогие друзья для голов знаете есть вот такие вот маленькие узлы отбора которые устанавливаются посредством клампа а это уже узел отбора в царге вот ну понравилось мне вот решил заказать кому интересно кстати ссылочку там в описании оставлю цены там в принципе достаточно такие неплохие приемлемые приемлемые так что еще друзья моя вчера купил хрень вот эту вот куб утеплять ну короче с одной стороны вот это вот вспененная булдурма с другой стороны этот самый фольга купил короче я десятку толщиной и утеплил куб в два слоя два сантиметра короче купил вот такой вот скотч фикс прайсе в матке 10 метров стоит 55 рублей это скотч такой армированный болен очень липкий очень такой прочный очень липкий я вот такой скотч покупал заклеивал себе на муравье сиденья офигенный скотч честное слово вот и вот этим скотчем еще куб обмотал сейчас еще крышку обмотаю царги утеплю 70 рублей метр стоит это фиговина и еще купил для царх ну вот этот утеплитель утеплитель стоит блин не помню 2 метра 90 рублей что ли когда кажись так так ну что же перейдем к комментарию алексея бородина по поводу лечение от похмелья алексея так скажем личный рецепт такой есть сейчас зачитаю алексей бородин привет алексей в общем у меня свой медицинский бардачок его я составлял с учетом опыта плюс куча статей инета плюс даже советовался с медработниками и так самый основной компонент такой ацетил салициловая кислота это тот который аспирин янтарная или лимонная кислота таблетки или лимонный или лимон натуральный друг друг заменяют рассол или томатный соленый сок завтрак это на завтрак применение с буду на полюбому будешь просыпаться как проснешься иди пей аспирин и лимонку аспирин мозг спасет от тромбов и боли а а лимонка или янтарь запустит процессы переработки канцерогенов спирта осторожно с теми у кого боли в желудке от кислотности да янтарная кислота если повышенная кислотность ее надо применять очень очень аккуратно или вообще отказаться от ее применения попил воды и иди спать далее проснешься пей рассол или томатный сок поможет восстановить соли водяной баланс ибо много воды то пить будешь всю ночь ну просыпаешься сушники все такое если забьешь на этот баланс то хреново будет в два раза дольше третий шаг хороший завтрак яичница или дошик но тут кто как мне первых двух этапов хватает чтобы в 10 утра быть ничего а к 11 покушавший уже быть красавчиком тут не оговорено что нужно делать до пьянки но тут примерно тоже только перед сном начинать аспирин и лимонку в принципе хороший дельный совет нет вопросов я думаю что вот эта схема да облегчит конечно утренний бадун утреннее похмелье нет вопросов но тут еще сколько людей столько и организмов разных у кого как кому что кто-то болеет от чайкушки кто-то ведро выпьет и ему пофигу я вообще по себе что заметил допустим если я выпиваю чайкушку не вообще с утра по барабану я встаю как будто бы не пил ничего если выпиваю больше то с утра уже маленько чувствуется и еще господи еще очень важно это во сколько вы легли спать если вы легли спать за полночь выпившие и проснулись там восемь утра или раньше даже какой восемь утра все восемь уже наработают надо часов шесть утра то да это все будет чувствоваться а если вы легли там часов хотя бы в девять утра куплен вечера или восемь до вот это тоже очень влияет но совет дельный совет дельный вот еще игорь богданов задавал много вопросов по поводу того что замучился со скачками температуры в колонне при дробном перевоне при отборе тела как все мы знаем что при отборе голов в принципе скачки температуры это нормально вот при отборе тела температура нужно стабильная а у игоря что-то не получается постоянно какая-то происходит был дурма танцы с бубном игорь перегоняет на газу ну как я игорь уже и ответил в комментариях что скорее всего скорее всего это проблема в принципе у многих такая возникает это скачки давления воды и неравномерный нагрев вот это все в купе может давать такой эффект скачки температуры а я знаю во многих домах во многих городах скачки давление воды огромный у меня вот как-то особо не заметно а в некоторых домах есть так что заметно очень вот смотрите допустим у меня устанавливается температура до на перегоне и вот я тупо допустим и иду в ванне открываю кран на всю воды у меня температура подымается на две десятых градусов всего лишь на две десятых а в некоторых домах я знаю что температура при открытии крана в ванной подымается аж на два градуса это зависит от давления воды которая подается на дом у меня у четвертый этаж пятиэтажка давление воды такой открываешь кран холодной воды на всю там струя мама дорогая там как из дрансбой то блин хреначит а вот допустим некоторых домах там струйка блин давление вообще нет ни хрена и вот это происходит такая печаль когда и плюс еще раз это неравномерный нагрев тоже самое все это в купе дает такой вот эффект а плюс то еще что нам же нужно скажем так устаканить флегмовое число и в этом варианте лучше подать побольше мощности и сделать поменьше отбор чтобы нам завысить флегмовое число изначально и чтобы при падении давления воды при подъеме температуры флегмовое число вот не опустилась ниже критического уровня скажем так хотя тут факторов очень много и просто так вот по комментариям тоже вот тут андрей андрей привет андрей тоже вот тут вступил в диалог тоже много чего советует и говорю так дмитрий пивонос сделай пожалуйста как пользоваться узлом отбора но в принципе у меня есть видео по ректификации там я использую узел отбора который идет в повороте ну и в дальнейшем будут видосы вот с этим узлом отбора далее будут видосы сейчас покажу вот с этим узлом отбора это узел отбора для диоптера вот вот видите кстати друзья мои как у меня хранятся дрожжи кодзи ни в каких не холодильниках ничего просто вот обычная банка закручена крышка и стоит вот пожалуйста так Виктор дреничев Виктор привет тебе глубочайший тоже хочу такую крышку только на 30 литровый куб у Саныча 2 800 очень дорого может кто знает подешевле это по поводу вот 3 миллиметровой крышки на кубы Виктору как я уже ответил что я брал у другого производителя не у Саныча вроде бы 3000 рублей в принципе там средняя цена у всех я вот посмотрел на эти крышки на разные сайты 2 800 3000 хотя здесь вот Игорь Богданов советует найти аргонщика как сделал он и на родной люкстайловской крышке с внутренней стороны наварить допустим 4 ребра жесткости и все прекрасно нет никаких проблем так Алфил не томи душу Виталий когда про узел отбора в диоптре снимешь хочется твое мнение узнать о нем скоро скоро тут не хочется просто так снимать как сказать ну вот показал вот это туда это сюда хочется естественно снять его в работе высказать свое мнение а а пока что перегонять мне так сказать нечего спиртсерец стоит но его немного вон там сзади так что чуть чуть попозже Юрий Климович ну на кой ну на какой реклама тебе денежек мало это к видео о том как собрать колонну для разных режимов перегона повторюсь что это видео было снято совершенно бесплатно не в каких либо рекламных целях хотя даже если в рекламных это в принципе мое право что рекламировать что нет но именно тот вид видос был снят не для рекламы вот просто очень много новичков которые задают вопросы как собрать аппарат для такого режима для такого для такого и всем отвечать в письменном виде это довольно проблематично поэтому проще дать ссылку на видео чтоб человек посмотрел так Иван Кобзев про видос как правильно мариновать сал для копчения ну во первых в миневой посуде солить мариновать нельзя так как все окисляется ну не знаю всю жизнь все солили мы и ариновали ни хрена не окисляется если хочешь не соли не маринуй никого не доставляю во вторых как можно было так обосрать процесс своим базаром противным и бестолковым ну а зачем ты слушаешь мой противный и бестолковый базар не слушал бы е-мое в чем проблема а сидеть тупо бубнить на камеру как это ва-ва-ва-ва-ва-ва монотонным голосом я вот вам сейчас покажу как засолить сало у меня извините не такой канал я преподношу все со своим видением так скажем так Вадим Вадим самый эффективный способ это пропустить через аквафор результат потрясающий это к видео про глюкозу для смягчения самогона кстати вот про аквафор про аквафор сказать ничего совершенно не могу потому как пользовался я всегда фильтром барьер для фильтрации когда фильтровал в свое время сейчас я ничего не фильтрую и когда фильтруешь сортировку через фильтр барьер она становится еще жестче чем была до фильтрации и появляется у нее такой характерный водочный запах так что может быть через аквафор она становится мягче когда фильтруешь не знаю не фильтровал но через барьер жестче Евгений Т. надолго ли хватает быстросъемов когда течь начинают дело в том что быстросъемными соединениями я пользуюсь уже ну три с лишним года точно и за все это время ни один быстросъем у меня фу-фу-фу ни разу не потек хотя все они были куплены в Китае и какие-то приходили вместе с самогонными аппаратами ну естественно тоже они китайские так что ничего у меня не потекло что там у кого течет куда текет я не знаю вот этот комментарий не знаю то ли это стёб от человека то ли что это это когда брага там у меня вроде бы прокисла в итоге она не прокисла и я там видос снимал и вот такой комментарий от пользователя под ником до ловкий нужно обязательно в святой воде ставить бражицу святая водица никогда не скисает это тебе любой поп подтвердит кстати не поп а батюшка и хлеб лучше просфирочку в качестве подкормки по результату отпишись и в церковь четвертушку снести не забудь не знаю стебанулся человек или реально так он думает написал вид март привет дружище очень тоже такой пользователь активный всегда пишет комментарии уважуха тезка про технику безопасности еще никто не рассказывал ну так как ты во всяком случае гуляй жерепей вот наш девиз шутка быть добро два пальца вверх лучше отца Андрея Ткачева послушать мужицкие разговоры тоже мне ну слушайте отца Андрея Ткачева я кстати не знаю кто он так джедай джедай мистик зерновую зерновую то не получится через кран это в смысле что ну я через кран слива там браку сливаю там шланжик накручиваю у меня пока пять бутылей реахим по двадцать литров ну точнее там двадцать два полных входит скорее скоро еще один два будет ну а то что браку ставим в евро бочках это ничего пластик же тоже но удобно конечно с этими бутылями первый перевонг так вообще можно не смотреть особо выставил время мощность нагрева и главное чтобы вода была больше двадцати двух литров все равно не набежит спирта сердца с сорока литров браги да я кстати вот недавно бутылей приобрел вообще по поводу бутылей мне не нравятся бутыли вот эти вот скажем так отриохима и все такое прочее вот этот наводил вот эти с резьбой не то чтобы они не функциональные функциональные они нет вопросов я люблю бутыли старинные вот у меня бзик скажем так такой я люблю бутыли старинные сейчас одну бутылочку покажу вот к примеру вот такой вот бутыль здесь 15 литров зеленое стекло это старинный бутыль валялся где-то там в сараях у дедушек бабушек вот парень мне его любезно подогнал я люблю вот такие бутыли есть еще у меня 20 литровый бутыль он вообще весь такой неровный какой-то кривой ну это стеклодувы раньше дули это не заводское а вот самоделковый такой кривой весь какой-то горлышко кривое сам есть такой неровный блин вот это вот по кайфу вот такие бутыли блин я люблю в магазинах вот сейчас бутыли много продаются кстати друзья мои недавно нашел я магазин во блин кому интересно сейчас скажу даже записал кубань стеклотара к этому магазину я никакого отношения не имею я не рекламирую ничего такое прочее в этом магазине бутыли банки недорогие большие именно бутыли дай бог памяти 15 литровая банка прозрачная именно под крышку стоит 650 рублей вроде бы так что цены вот такие вот нормальные может быть даже сам что-нибудь закажу ну хотя вряд ли я делаю как вон там бутылочки у меня баночки стоят потом покажу вам там шкафчик свой я делаю как я кидаю клич вконтакте знаете все есть такие группы вконтакте подслушано по городам там да я кидаю клич там ребята может у кого у бабушек дедушек может у вас там в гаражах валяются ненужные там бутыли банки больших размеров куплю за приемлемую сумму вот недавно я купил там вообще за копейки там за 300 рублей там за 500 рублей там такие бутыли офигенные просто старинные офигенные бутыли просто суперские е-мое у меня одна бутыль есть 30 литровая вот прям точь в точь как в фильме самогонщик когда Витцин вот там с бутылью там все это пьяный танцевал е-мое прям вот один в один такой каплевидной формы 30 литровка стоит она в сарае у меня у дедушки блин в квартире некуда ее поставить бутыль офигенный вообще просто супер ну тот бутыль я купил за 1000 рублей у парня он треху просил я говорю ну за треху ты у нас не продашь тут это не Москва и все таки в итоге он согласился продал мне за косарь но я ее так и не использовал ни разу даже не помыл ну пусть будет пусть стоит у меня кстати вот тут передо мной сейчас камера да сзади камера вон там телевизор включенный некоторые говорят что ты когда снимаешь поглядываешь блин у меня телек там включенный стоит и вот здесь вот напротив у меня получается шкаф с зеркалами и а снимаю я на телефон же и у меня получается я в зеркало вижу то что я снимаю ну я и в зеркало экран телефона вижу вот и в принципе вот и ну раз так знаете глаз косится там а Сергей Зубарев во нашел я твой комментарий сейчас запишу кстати так сейчас запишу потом прочитаю ребят пока не забыл авамис авамис Сергей Зубарев привет Серега тоже очень такой активный пользователь Сергей что ты носом подергываешь заметил уже давно то кашлял сейчас носом дергаешь авамис тебе в помощь да блин бывает что-то у меня то кашель то блин в общем какая-то простуда вот эта откуда-то берется возьмется авамис я понимаю это какой-то препарат для повышения иммунитета может быть я кстати задал тебе Сергей вопрос просто не ответил вот какой в принципе можно там витаминчики попить я согласен вот спазмогон 83 привет дружище привет очень активный пользователь благодарю тебя за комментарии и за просмотры так техника безопасности кстати друзья мои снял я видео про технику безопасности при перегонах я не думал что столько людей вообще обжигалось скажем так на этой теме у многих были блин такие прецеденты что и загорались аппараты и загорался самогон и до хрена всяких случаев оказывается очень до хрена так что ребят если там у кого то есть что рассказать пишите в комментариях рассказывайте я это на видео озвучу все потому что оказывается да тем это такая животрепещущая друзья мои да тут вот еще блин комментарий один не стал я его удалять хотя я такие комментарии не очень люблю в общем зачитываю алмаз ибрагимов привет алмаз пишет мне что думаешь по поводу разоблачения баков люк сталь блогером самогонщиком жорой ну я думаю все кто в теме все смотрели самогонщика жору и его тему про баки люк сталь и все такое подобное я ответил что я ничего не думаю мне по барабану за два года пользования кубом люк сталь у меня там ничего не прожавело дай бог все нормально ничего не отвалилось может у кого то что то и ржавеет я знаю что ржавеет я знаю что появляются рыжики появляются даже такие какие то раковины прям внутрь туда как дырочки это я знаю и знаю на сто процентов потому что мне присылали люди даже фотографии но раз у меня пока такого ничего не было и я вообще не хочу с этой темой заморачиваться вот и тут в ответ на этот комментарий Евгений Голото пишет извини что влезу но жора это тупое отбитое продажное хуйло с ютуба и ничего более промышленные пищевые котлы специально сделаны для серьезных нагрузок и жестких условий использования вот так взял и засрал за денежку какой то там недоблогер жора альтернативу лучше по отношению цена-качество он мне предложил вот вот у людей годами ходят котлы в режиме нон-стоп и ничего не ржавеет и не отваливается у меня лично два года полет нормальный Евгений вот твой комментарий ну где-то правильный пускай да в том что допустим у людей ходит у тебя там все нормально но вот это оскорбление человека жоры я это не приемлю я со всеми общаюсь на позитиве я ни с кем не срусь никого не оскорбляю и вот таких вот комментариев не люблю это оскорбление зачем оскорблять человека ну не нравится тебе что-то в жоре самогонщике ну в принципе напиши ему если тебе что-то не устраивает вот такое оскорбление какого-то человека на моем канале в комментариях я не приветствую и этот комментарий я удалю так алмаз ибрагимов привет из татарстана полен гран стакану так и не ответил ответил я тебе алмаз полен гран стакану просто видимо ты не обратил внимание не заметил мой ответ мой комментарий а вопрос был в чем алмаз спросил дай бог памяти почему я не ездил не ездил в этом году и не ездил ранее на лена гран стакан и вообще на вот такие алкосаммиты а ответ до банальности прост тупо не хватает времени я же не просто сижу дома трендю на камеру и больше ни хрена не делаю у меня есть основная работа у меня есть семья у меня мама у меня дедушка они живут в других городах всех надо навестить дома с семьей нужно уделить время на работу надо сходить видео надо снять самогон сварить сами должны понимать времени ни на что не хватает во кстати сползмал он восемь стрель витальсон а чё куб до сих пор не утеплил реально быстрее закипает и главное никогда не обожжешься если случайно кубу притронешься все времени не хватало никак блин дела заботы мимо магазина иду вот думаю так 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 надо зайти купли купить вот эту херню утеплить и чё-то мимо прошел забыл вчера купил всё утеплил всё прекрасно всё замечательно сево три топора сева привет кто не знает состав меда ради интереса загуглите я был приятно удивлен был бы халявный мед только на нем бы и ставил кстати состав меда можно и загуглить я не знаю как то я медовый самогон делал давно но не на колонне вроде бы без начала не помню если честно помню мне от него в сон всегда клонило с медом это связано или нет ну кто-то пишет что допустим медовый самогон тяжелый там башка от него болит не знаю я вот сейчас 80 50 килограмм меда никак перегнать не могу всё время не хватает перегнал я почти 40 килограмм ещё вон бочка стоит всё времени нет вон кстати спицерид вон медовый стоит там покажу потом ладно вот он интересный тоже комментарий Александр Бенц оставил интересный комментарий Александр Бенц живёт у нас в Германии интересно как охлаждается пар если водой с водопроводу то есть сколько надо воды я живу в Германии мы охлаждаем только дождевой водой вода с крана очень дорогая нас заставляет заставляют экономить каждую каплю я думаю вам надо поднять цены на воду чтобы вы тоже научились экономить я уже не знаю сколько цен нам на ЖКХ на всю эту хрень надо поднимать уже скоро блин дышать бесплатно нам не разрешат за всё будем платить мать её етить животрепещущий такой блин комментарий сейчас опять принесли квитанцию новая графа вывоз этого мусора блин 138 рублей с человека с прописанного я в шоке короче не хочу я в это дело углубляться не хочу на моём канале никаких политических высказываний никакой херни ой ё-моё это самая тема какая знаю одного чела живёт он в Израиле снимают они там дом и вот он мне рассказывал как у них сделано в доме система вообще вот этой всей воды а в Израиле вода на вес золота в общем допустим стирается машинка стиральная там стирает да там купается там кто-то там вода не сливается в канализацию вода там проходит через какие-то фильтры вода поступает в накопительные резервуары оттуда этой водой эта вода поступает в унитаз для слива для смыва вот какая-то часть воды поступает у них там приусадебный участок на приусадебный участок там там для того чтобы там помыть машину для всего вот этого прочего короче там целая система да вода на вес золота я вот за воду плачу 200 рублей и 200 за канализацию 400 рублей у меня получается у меня счетчика нет это я без счетчика плачу а так куб воды у нас стоит дай бог памяти 26 рублей с какими-то там копейками домашний Сэм привет домашний Сэм не буду озвучивать твое имя и фамилия подписался на твой канал посмотрел хорошие видосы так держать так наркотик 7777 лучше бы когда-нибудь вышло видео достоверное как много пить и не болеть да и такого не бывает наверное а то все знаете еще такие разговоры блин я фиг его знает я вот от своего вообще не болею там только от казенки болею я лично болею от всего все зависит от того сколько выжрать если я допустим литр сожру даже своего самогона блин у меня с утра там не будет херово базара нет вообще у каждого блин человека организм то разный так Голото Евгений опять написал хорошие интересные комментарии по теме вот это да по теме без всякого оскорбления личности и других там нехороших нехороших оскорблений наконец-то ты пришел к отбору по жидкости поздравляю от души полностью согласен что отбор отбор по паровой фазе для любителей попрыгать с бубном а если к твоей красотке еще простецкую автоматику на термостатах для старт-стопа отбор тела прикрутить так вообще песня там цена вопроса меньше 10 баксов и можно после того как голову отобрал вообще не стоять рядом так периодически поглядывать чтобы воду не выключили а если реализовать схему с аварийным отключением по перегреву дефлегматора и отключением по достижении определенной температуры в кубе то можно смело на ночь оставлять или когда на работу уходишь искренне поздравляю что пришел наконец в интересный мир ректификации и недоректификации с отбором по жидкости хорош уже ты свое возле плитки одежурил пусть автоматика работает пока ты отдыхаешь или видосы новые нам на радость монтируешь евгений благодарю тебя за вот такой вот комментарий спасибо тебе от души но я тут мучу мутку одну по поводу своих перегонов и скоро буду совершенно другое оборудование использовать скоро уже очень скоро и там дело до автоматики конечно дойдет но оборудование будет в корне другое так что тут еще из интересного а 4 Анатолий rontирование Игорь Чернов Ребята, приехайте в Тулу на рынок И посмотрите, какие аппараты Под открытым небом ржавые Стоят, вот такая нержавейка Кстати, да Сколько раз я, блин, хотел Видос запилить На рынке Там в Туле, да, аппараты продают Да думаю, как бы от продавцов Пиздячки не охрести А, вот интересный Комментарий такой Огромный Написал мне его Сползмолгон83 Привет, еще раз тебе, дружище И, кстати, читать я этот комментарий Не буду А не буду по одной простой Причине Я Вот этот рассказ твой Включу в сказки Бабаски Потому что он довольно-таки интересный И просто так прочитать его Я думаю, это Фигня полная А вот включить его в сказки Бабаски И расскажу я его в своей манере Вот это будет ништяк 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 Семен Васильченко Ты хохол? Нет, я не хохол Я русский Игорь Кузнецов Витальсон, нормальный ты пацан Хотел бы прибухнуть с тобой Игорь Кузнецов Приезжай в гости Бухнем Нет вопросов Макс Недуруев Макс, привет Макс тоже Очень активный Подписчик Виталь, ты охватил в этом видео Видео про серебряный самогонный аппарат Самое важное для адекватов Более чем понятно для кого Цена решает впечатление о этом рынке Перенасыщенности Всем свой каждый хочет Т-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д- В общем тема в том, что Перенасыщен рынок И самое важное Кто стоит перед аппаратом Кто оператор Я тоже с тобой согласен, Макс Витмар Тезка Нет, рынок самогонных аппаратов Не перенасытился Если бы перенасытился Цена была бы адекватная А пока это только для богатых Блин, ну цены Я согласен Есть конечно там варианты бюджетные А есть варианты Просто жесть И на раз зайдешь, глянешь Там глаза на лоб вылазят Блин, е-мое По поводу Допустим Пара водяного котла Ну цены да Цены кусаются Я имею ввиду Пара водяной котел Не обычная какая-нибудь Кастрюля Блин, с рубашкой Там А реальный пара водяной котел Там 100-150 литров Ну лучше 150 Там полностью С автоматикой С мешалкой С хералкой В общем со всей Там булдурмой Там Тысяч Сто семьдесят Он где-то стоит Дорого Нет вопросов Очень дорого И допустим Не каждый его купит в квартиру Потому как Это место Куда его ставить Был бы там частный дом Да Что еще у нас Интересного Вискарь Бурбоныч Привет тебе от души Вот такие у тебя видосы на канале Все классно показываешь Рассказываешь Супер Мне канал Твой очень понравился И кстати Помогают твои советы Как Уже опытного человека В перегонах Тех же самых Зерновых Зерновых Брах На Флейте Так что Продолжай снимать видосы Продолжай в том же духе Вот такие видосы Мне очень нравятся Просто бывает Очень Много Комментариев Которых Я не вижу А знаете еще В чем дело Блин Вот на телефоне В приложении Когда приходит Оповещение О комментарии Да Я там Ораз Прочитал Там что-то Ответил А там Не все Почему-то Комментарии Вот Приходят В оповещении Потом Через Допустим Какое-то время Захожу Там С ноутбука Там Комментариев Вообще Блин Е-мое Немеренное Количество Таких Которых Я в приложении Вообще Не видел Короче Хрень какая-то Султан Матрос Здорово Витальсон Здорово Султан Для начала Можно Насадку Панченкова Из серебра Сделать Да Это точно Так Что тут Что тут Иван Щепочкин Иван Привет Привет Тебе Огромный Душевный От души Брат Да Последнее Время Гомо Сапиенс Дизы Ставят Почему Загадка Более Позитивного Канала Я не знаю Человек Снимает Годный Контент Говном Никого Не кидает Я думаю У кого-то Упали Продажи Китайчины И оттуда Я не знаю Я Много Ставят Дизлайки Тех Реклама Туда Сюда Дизлайки Тебе Да Ладно Ну и Фиг с ним А то Что я В говном Никому Не кидаюсь Я Вот это Срачи Всякие Блин Я это Не люблю Сергей Боровеев Коньяк Вроде Шоколадкой Закусывают А не Огурцом Огурцом Маринованным Или Соленым Знаешь Как вкусно Коньяк Закусывают Я Как истинный Джентльмен Я Закусываю Коньяк Огурцом А не Лимоном Лимоном Закусывают Плохой Коньяк Чтобы Отбить Вкус Коньяка Петрович Журавлев Ребята Да вы Все молодцы Недаром Правительство Отчитывается Что в России Стали мало Пить Оказывается Пьянство Изготовление Водки Перешло Из магазина В дом Ура Правительство Сократили Пьянство На Руси Бесячий Холодильник Он всегда так Пищит Когда открываешь Да Холодильник Атланта Он всегда Пищит Когда его Открываешь Максим Судникович Так это Он в канаву С муравья Упал Когда задним Ходом Выёпывался Да не Вроде в канаву С муравья Я не падал Один раз У меня случай Был Блин Жесть Вообще Ужас И кошмар Друзья мои Короче Смысл В чём Мотороллер Муравей У меня есть Недалеко От дома То бишь Где дедушка Мой Есть Песчаный Карьер На дорогу На этот Песчаный Карьер Естественно Грунтовая Через Поле И Постоянно Спуск 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 И Уже При подъезде К самому Карьеру Там вот После весны Когда вот Талые воды Идут Там размывают Такие промоины Там мама дорогая На этом карьере Песок уже давно Не добывают Туда Изредка За песком Ездят А на грузовиках Экскаваторы Это так Чисто Знаете По месту Там Продать А добывать Не добывают Песок Обычный Горный Ну короче Беру я Свой Мурик Погнал Я за Песочком Приехал Но Грузил Так Ништячно Все Чики Пуки Мурик Тянет Ему Пофиг Он и в Бугор Этот Вытянет Ему Вообще По Барабану Смотрю Ох Железяка Там Какая Валяется Ништяк Железяка Никто Не взял На металл Сдать Железяку Эту В кузов Загрузил Блин Все Бабабабабам Завел Там Попер Короче И Получается Что Посередине Дорога Нормальная По краям Вот эти Промойны Огромные Я Короче На Мурике Пру Газ До Жопы Получается Подъем Поворот И вот этот Где поворот Дорога Вот так вот Наклонная Меня Короче Тащит И стаскивает Вот в эту Гребаную Промойну Мурик На бок Я на бок И все Мандец Я его Вытащить то Оттуда Не могу А промойна Нехилая Твою дивизию Ну что делать Там песок Почти весь Высыпался Ну я Беру Кузов Освободил От песка Полностью Левое Колесо Получается Вот в таком Положении Где-то Муравей Левое Колесо На грунте Правое Колесо В этом В этой Промойни Гребаный Висит Я Мурика Завел Ва-ва-ва-ва Колесо Это висит Это гальмует И Ну Их Я не могу Попытался Назад Короче Борода Там Блин Вперед Борода Поднять Борода Сил Не хватает Бля Заколебался Тут еще Тучи Надвигаются Думаю Сейчас Если дождь Манданет Все Хана Вообще Трындец Полный А тут Это получается Съезд налево В песчаный карьер А прямо Дорога на речку Думаю Блин Хоть бы на речку Кто-нибудь поехал Может рыбаки Какие-нибудь Помогут Вытащить Думаю Если нет Буду там Звонить Пацанам Приедут Помогут Ну Думаю Ладно Буду ковыряться Сам Жалко Камеры С собой не было Вот это Все Как я Мучился Мучился Ну Короче Борода Ничего У меня Не получается Поднять Я его Не могу Назад Не могу Вот Что делать Я Короче Под правое Колесо Которое Повисло Начинаю Подкидывать Там Глину Хренину Песок И Рамой Получается Он повис Вот на Этой Самой Блядь Гребаный Ну На Глине Ну На скосе Это скос Лопатой Хорошо Лопата Скос Лопатой Постесал Вот Это все Ногой Там под колесо Утрамбовываю Утрамбовываю Вот А утрамбовываю Как прям Чуть приподниму Раз Раз Чуть приподниму Раз 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 Вот Ну Чуть Чуть Маленько Утрамбовалось Ну Вот Все Таки Что Муравей Зверюга Блин Да Завожу Сажусь А сажусь Вот так вот На боку Блин Разгазовал Блин Газ До Жопы Первую Врубаю Газ До Жопы Как он Поволок Вот в таком Состоянии Тем колесом Короче Он там Чуть цепанулся Ему этого хватило Одним колесом Цепляет Там прет Я руля Выворачиваю Ему похеру Короче Он прет По прямой Там руля Вывернул Ему по барабану Вот Дури Короче Вытащил Я его Из этой Херни Выехал Блин Дурмина Страсть Так вот Думал Блять Устал Уже Все Жопа Весь мокрый Потный Задолбался Дождь Надвигается Думаю Пошел Ко он Жопу Этот Песок Нахрен Лопату В кузов Железяку В кузов Поехал Домой Короче Блин Хана Думаю А так Песка Вот Щебенку Я грузил У меня Получается На мурике Еще борта Сантиметров Наверное На Ну как минимум Тридцать А то и больше Нарощенный Вот я По борта Грузил У него Развал Колес Вообще В другую Сторону Ну Прет Наверное Но Тащит Тащит В этом году Кстати Вернее Как сказать Уже в том Восемнадцатом Так Так Ни разу На нем Не ездил Что-то Все Не судьба Вот Сегодня у дедушки Был Забрал Колбочку Свою Там 250 Граммовую Отмыть Надо Хорошая Хорошая 250 Рублей Что-ли Стоит Так Ну что Други Мои Буду Наверное Закругляться Тут что-то Растрынделся Время Уже Восьмой Час Что-то Покушать Хочется Ну что Всем добра Всем Позитива Быть добру Два пальца Вверх Друзья Мои Всем пока